Каждый год в одно и то же время. Именно так можно сказать об эпидемии гриппа в России. Наверное, сложно найти человека, который никогда в жизни не болел гриппом. Все знают симптомы этого заболевания. Высокая температура и поражение дыхательных путей. Чаще всего от этого страдают дети, посещающие сады и школы, потому что инфекции там разносятся моментально. Но думающие родители, конечно же, помнят, чтобы не заболеть, надо прививаться. Вакцина от гриппа, она действует уже, начинает действовать через 8-12 дней от момента, когда ее сделали. И продолжается ее действие до в среднем 8-12 месяцев. То есть ребенок защищен на весь последующий год. Прививка от гриппа в России – дело добровольное. Но, как подчеркивают врачи, только благодаря массовой вакцинации населения актуальным штаммом против гриппа в нашем городе давно не слышали об эпидемии этого заболевания. Это касается не только детей. Реже болеть стали и взрослые. В нашем городе среди взрослого населения в последние 8 лет не было эпидемии гриппа. Это практически заслуга того, что достаточно большая прослойка населения охвачена прививками против гриппа. В этом году по традиции бесплатно могут привиться дети с 6 месяцев, школьники и учащиеся техникумов и вузов, работники образовательных и медицинских учреждений, а также сотрудники других социальных направлений. Также на прививку могут рассчитывать беременные женщины, люди пожилого возраста и жители города с хроническими заболеваниями сердца и легких. Если по тем или иным причинам в сезон обострения заболевания вы не сделали себе или ребенку прививку от гриппа, советы врачей остаются неизменными. Мы не рекомендуем посещать концерты, какие-то массовые мероприятия, использовать масочный режим. Кто-то, если в семье особенно заболел, ну, в принципе, витамины. Прививочный сезон в Сарове уже стартовал. Затягивать с полезным уколом не стоит, как не стоит и бояться побочных эффектов вакцины. Главное, следует помнить, что последствия от перенесенной болезни значительно тяжелее, чем последствия от введения вакцины. Продолжение следует...